В Кишиневской специализированной спортивной школе водного пола имени Георгия Осипова выросла не одна команда победителей. Каждый год ученики этой школы возвращаются домой с кубками и медалями. Этот год не стал исключением. Команда «Кишинев-1» стала победителем рождественского турнира по водному полу, обойдя в финале сильнейшую команду из Москвы. Нас пригласили как очень сильную команду. И надо подчеркнуть, что наша команда ехала на год себя младше. То есть мы выступали младшим возрастом, турнир был на год старше. А в данной возрастной категории это очень много. Поэтому турнир был очень плодотворный, сильный. В том плане, что нам пришлось прыгнуть выше своей головы. Что мы практически сделали в финальной игре против команды Москвы МГФСО. Заняли первое место, выигрывая у них один мяч. Вводная пола, командная игра. Это первое, что я думаю. Потому что тут все мои друзья, я с ними всегда вместе, каждый день видимся. Как бы мы уже практически к семье. Наша команда довольно таки часто выигрывает на турнирах. По нашему году мы всегда выигрываем. Помимо высоких наград, каждый член команды привез домой из Беларуси целый багаж эмоций и профессионального опыта. Для каждого из этих ребят быть фатераполистом это не просто увлечение. Многие из них мечтают посвятить этому виду спорта всю жизнь. Была проделана хорошая работа, зимняя подготовка плавательная, очень тяжелая. И ребята смогли перебороть себя, переступить. Страх может быть у кого-то. У кого-то это были первые соревнования из детей. И после вручения приза уже все тогда встало на свои места. Дети уже тоже расслабились, отдохнули. Появились улыбки, у кого-то даже слезы радости появились. Рождественские состязания. Открывают турнирную линейку 2017 года. Призеры международных соревнований получили приглашение на дальнейшее участие в играх, которые пройдут в Румынии и Словакии. А в августе в Сербии состоится чемпионат мира.